Матери 88 лет Бог и так знает ее грехи, она не помнит, ну и пусть не помнит, ну и что, все грехи Бог знает, изо всех их Он умер, тут вопрос в другом, если она была верующей до того, как, ну скажем, вот случилась эта болезнь, то вообще об этом думать не надо, просто не думайте и все, и батюшки не будут спрашивать исповедь, они придут и будут причащать, им не нужна исповедь, а вот если она никогда до этого не исповедовалась, никогда в жизни, и вы хотите ее исповедовать, то это некое лукавство, вот, мы согласиться на, чтобы ее причастили, надо причастить, батюшка не будет требовать с нее исповеди, а уж как там Бог даст, это не наше дело, он не вспомнит ей этих грехов, а то, что вы их напишите, это же не ее исповедь, не ее покаяние, в сущности это, ну, как бы помягче сказать, да, ну, вы ее, ну, едва ли не осуждаете, вы же ее грехи пишете, вы разглашаете то, что вообще никому не должно знать, вы, вы, когда начнете это делать, почувствуете, как липко стало на вашей совести, это же не ваше дело, это ее отношение с Богом, ее грехи, ну, вот, что там у нее внутри, Бог знает, ибо измерил глубины всех человеческих сердец, мы просто, если она хочет причаститься, причащаем, оставляя все прочее на волю Божью, на милость Божью, вот, и я знаю, по крайней мере, два случая, когда такое бывало, и человек умирал в мире, и у близких, и у дочерей была надежда, что все произошло, они получали, как бы, внутреннее удостоверение от Бога, что Бог принял их матерей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok